Стартовая площадка Сегодня программа состоит из двух частей В точном соответствии с названием программы Я буду показывать вам совершенно свежую, новую музыку У нас сегодня два сета в программе Два получасовых отрезка отданы совершенно разной музыке Во-первых, на нашем эфире появится Андрей Евсеев Талантливый автор-исполнитель из славного города Смоленска Что касается второго участника нашего сегодняшнего эфира То это команда, которая носит название БАК Команда из Москвы Я с большим удовольствием расскажу об этом коллективе Во втором получасе сегодняшнего эфира Перед тем, как займемся музыкой Я продолжу сообщать ту информацию Которую начал для вас передавать вчера Так сложилось, что в нашей студии, это бывает крайне редко Здесь люди работают очень долго Открылась вакансия Я специально сообщаю об этом в эфире Вот в такой дружеской, как раньше говорили, обстановке Потому что очень надеюсь на то, что придет человек, который знает студию ночной такси Что придет человек, которому интересно работать в нашей крепкой команде И, конечно же, я рассчитываю на тех людей, которые проживают в Санкт-Петербурге Подчеркиваю, место для женщины Женщина не моложе 35 лет нужна нам для этой работы Это вакансия офис-менеджера В студии ночной такси в Санкт-Петербурге И, конечно же, нам интересны люди Которые проживают недалеко от нашего месторасположения Мы находимся на Пискаревском проспекте В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга И нам, конечно, желательно люди, которые живут, что называется, в доступности Для оперативного прибытия на место Работа представляет из себя действительно работу офис-менеджера То есть человек должен находиться на рабочем месте в нашей студии, в нашей приемной С 11 до 18 часов, 5 рабочих дней Соответственно, всю рабочую неделю Естественно, суббота и воскресенье Дни, конечно же, выходные Что касается требований, которые мы предъявляем Нам нужен человек, который хорошо работает с компьютером Конечно, программы Это программы-таблицы Word и Excel Все оборудование у нас современное Здесь стоят машины Apple и Macintosh Поэтому желательно человек, который имеет опыт работы с программным обеспечением Mac iOS И, конечно же, определенный опыт работы вот такой Работа для прилежного, любящего музыку человека Работа, которая касается стандартных офисных обязанностей Естественно, с нами связаться несложно Конечно, звонить не надо Надо писать Я еще раз в финале программы тоже всю эту информацию Также, что называется, вольным штилем изложу И сообщаю, как можно с нами контактировать На портале студии ночной такси Уносит имя шансонспб.ру Кстати, многие из вас наверняка слушают и радио Шансон 24 Соответствующего раздела этого большого портала Существует раздел контакты В разделе контакты находятся и телефоны И находится электронный адрес Электронная почта Которая начинается с латинских букв GP Сразу хочу сказать, что не перепутайте Поскольку так это специально все у нас и продумано Эта почта там одна Поэтому вы смело пишите на этот email И пишите, естественно, информацию о себе Составьте резюме И аккуратно отправьте его на указанный адрес Мы обязательно в ответ свяжемся с вами И пригласим вас для собеседования Срок поиска сотрудницы у нас ограничен Поэтому я очень советую тем, кто не против такой работы И заинтересован в ней подумать Насколько это подходит Насколько это реально И, конечно же, с нами связываться максимально оперативно Я на этой неделе Еще и на следующей Ну, может быть, еще через неделю Буду эту информацию сообщать во всех своих прямых эфирах Соответственно, четверг, пятницу и субботу Я три вечера в неделю работаю с вами в онлайн эфире И в начале и финале каждой из программ Конечно же, я буду делать это предложение Так что вот имейте в виду, что эта вакансия пока свободна И мы ожидаем ваших резюме Ну и, конечно, переходим к музыке Я с удовольствием показываю сегодня то, что подготовил для вас Вообще, программа «Стартовая площадка» имеет, конечно, основной функцией показ новинок И, конечно же, основной функцией показ совершенно новых людей Я еще раз говорю о том, что студия «Ночной такси» Это именно заложено, что называется, в идею нашей студии Если хотите, в наш устав Мы должны показывать вам действительно реально существующую на рынке музыку Давать дорогу новым людям И никогда не заниматься, что называется, звездодельством Мы совершенно не хит-конвейер И мы совершенно не студия для звезд Для меня, конечно, очень приятно, что отсюда Или через нашу студию за 31 год ее существования Прошло очень много людей, которые стали очень известными Но подчеркиваю, это очень важно, то, что я говорю Для тех, кто внимательно, конечно, хочет вдуматься в мои слова Не просто пропустить их и дождаться песни Мы действительно создавали эту компанию осенью 1885 года С одной единственной целью Целью развития музыкального рынка независимой песни в России Вот если так вот говорить со всем, что называется, языком маркетинговым Если хотите так, тоже это можно так сказать То, конечно, основная наша задача Она не изменилась за эти годы Была в том, чтобы сказать У нас есть авторская эстрада У нас есть эстрада, которую мы называем шансоном по-русски Ее можно назвать современным городским романцем Ее можно назвать по-старому авторской песни Как называл ее Владимир Высоцкий Но это та эстрада, которая является неотъемлемой абсолютно частью Большой российской эстрады Какие бы ни были вокруг другие направления Какие бы ни были средства доставки Магнитофонная кассета или мощный интернет Но это та самая музыка, которая имеет право на жизнь Потому что ее создают талантливые русские люди Для людей, которые хотят что-то узнать И, естественно, вот эта цель весьма непростая Решается нам на между 32-й год существования компании Она, естественно, имеет под собой Очень и очень большую Я считаю, совершенно правильную основу Потому что у нас очень часто получалось В России, что нет пророков в своем отечестве И получалось все время так Что российской эстрадой Почему-то считали всегда Ну, какое-то время, во всяком случае, считали Модную поп-музыку Которая разными способами становилась известной А другой эстрады вроде как и нет А другая вроде как маргинальна И вроде как никому не нужна, кроме нескольких слушателей Вот я, основатель и продюсер этой студии Александр Фрумин Уже более 30 лет выступаю против подобных сентенций Я считаю, что у нас в России всегда есть талантливые люди Я считаю, что российская эстрада Я имею в виду даже и очень широкую, и большую эстраду Всегда питается талантливыми людьми Которые создают абсолютно незаданную музыку Которые создают абсолютно незаданные стихи Они пишут о жизни Они пишут свои простые песни так Как они считают необходимым для себя Для того, чтобы высказаться И вот эта вот непредвзятая, честная, истинная эстрада С определенной русской мелодикой Она нуждается в том, чтобы у нее Была мощная и современная медиабаза Чтобы были современные студии Которые могут это записать Чтобы были современные средства массовой информации Которые могут эту музыку показать О ней рассказать Вот, собственно, всем этим и занимается Продюсерская компания студии «Ночной такси» Которая принадлежит той радиостанции Которую вы слушаете Шансон 24 Тот телеканал, который, собственно, называется «Ночной такси» На видеохостинге YouTube Кстати, всегда выходя в эфир Я сообщаю о статистике канала Перед тем, как мы с моим сыном вошли В сегодняшнюю нашу вечернюю студию в Санкт-Петербурге На счетчике статистики телеканала «Ночной такси» на YouTube Уже было 33 миллиона и 391 тысяча уникальных зрителей Это те зрители, что посмотрели наш канал Начиная с 15 ноября 2010 года На YouTube по приглашению, кстати, корпорации Google Мы работаем уже седьмой эфирный год Ну вот такая, дорогие друзья, для вас преамбула Ну и, конечно, переходим к музыке Я с большим удовольствием показываю музыку Андрея Евсеева Очень талантливого человека Человека очень веселого Человека с очень колкими стихами Я уверен, что вы его музыку полюбите Два слова о нем И мы в течение ближайшего получаса Слушаем его очень хорошие песни Он родился в городе Брянске После окончания школы Учился в Смоленском государстве Медицинском институте, кстати, ныне в университете И в настоящее время он заведует научно-исследовательским центром Кстати, он является, между прочим, доктором медицинских наук Профессором и преподает на кафедре нормальной физиологии Стихи и песни Андрей Евсеев пишет с 1996 года То есть вот уже 21 год как Для того, чтобы вы поняли, какая музыка вас ожидает Аркадий Александрович поставит вам композицию Андрея Евсеева Из альбома под названием «Я знаю» Собственно, заглавную композицию альбома Который был издан в 2015 году Андрей Евсеев в стартовой площадке сегодня Я знаю, родись мы с тобою волками Тогда б, несмотря на усталость и холод Я резал бы шеи оленям клыками Чтоб ты навсегда позабыла про голод Я рвал бы на части добычу клыками И ты навсегда позабыла про голод А если б с тобой мы летели орлами Над мертвым песком Аравийской пустыни От солнца тебя Я укрыл бы крылами В надежде, что кровь В твоих жилах остынет От жаркого солнца Своими крылами В надежде, что кровь В твоих жилах остынет Когда бы тебя белобоким дельфином Влекло к острым скалам Безумным прибоем То я бы подставить Успел тебе спину Прыгнул на камни Послед за тобою Смахнул плавником И я в дугой выгнал спину И прыгнул на камни Послед за тобою Тебя я одну Никогда не оставлю Но, ощущая дрожь нежной руки Я вмиг над тобой Свои крылья расправлю Выгну плавник И оскалю клыки Я вмиг над тобой Свои крылья расправлю И приготовлю Плавник И клыки Стартуем вместе Дорогие друзья Это программа Стартовая площадка И сегодня в этой программе Стартует вам песня Замечательного автора И исполнителя Из славного Старинного русского города Смоленска Я имею ввиду Конечно же Нашего дебютанта Андрея Евсеева И я показываю Сегодня вам его Музыку в нашем эфире Ну, сразу могу сказать Что делаю я это Совершенно умышленно Не просто вот так Показываю для ознакомления А готовлю вас к встрече С этим интересным человеком На нашей съемочной площадке В открытии сезона 27 февраля Мы работаем На нашей постоянной Кстати, съемочной площадке В Санкт-Петербурге В крупнейшем музыкальном клубе Нашего города Который уносит название А2 И именно там В фильме Который Носит название Новый и лучший выпуск 19-й Подчеркиваю Фильм открывает Сезон съемок Студии Ночной такси В 2017 году Андрей Евсеев Впервые выступит На питерской сцене Естественно Что его выступление Через месяц Уже В видеоварианте Будет доступно Для вас На нашем телеканале И вы Естественно Сможете Посмотреть Как он работает На сцене По традиции Студии Ночной такси Всегда всех музыкантов Мы представляем В эфире нашей радиостанции Шансон 24 Заранее И я думаю Что вам Просто легче Будет сориентироваться Услышав эту музыку В нашем эфире Перед тем Как вы Собственно Сможете Увидеть работу музыканта На сцене Вот именно В преддверии Появления Андрея Евсеева В Санкт-Петербурге И сегодняшний Первый эфир О нем Слушаете вы Итак Первые студийные записи Были сделаны Как я уже сказал В 2015 году Хотя Подчеркиваю Стихи и песни Андрей Евсеев Создает Начиная с 1996 года То есть уже 21 год как В 2015 году Были сделаны Именно профессиональные записи Благодаря Финансовой И дружеской поддержке Игоря Москалева Это компания Которая представляет Носит название Арго Компания работает В Москве И Новосибирске И Игорь Москалев Действительно серьезно Помог Профессиональной Студийной работе Андрея Евсеева Результатом Этой работы Явился Компакт-диск Который Носит название Я знаю Вот как раз Мы послушали сейчас Песню Из него И в этот диск Вошли 22 композиции Общим звучанием Кстати Диск достаточно большой 66 минут Наибольшую популярность Получили композиции Соседка Крылья Русалка И две капельки На сегодняшний день Это первая работа Андрея Евсеева Доступна для вас В интернете Вы можете поискать Можете зайти и на его сайт И конечно же Встретиться с этим материалом Ну а мы слушаем Сейчас сразу две композиции Это песня Из альбома Золотая Этот альбом Еще только записывается И планируется Андреем Евсеевым Для выхода В наступившем Только что 2017 году Мы собственно говоря Послушаем заглавную Композицию «Золотая» И композицию «Ревность» Это Андрей Евсеев И его дебют В программе Стартовая площадка На радио Шансон 24 Что случилось Сам не знаю Как я выжил От меня осталось Четверть Может треть Я ее Всегда считал Морковно-рыжей Но свой взгляд Мне вдруг пришлось Пересмотреть Золотая 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 Красотой твоей Так просто Ослепить Я в лучах Твоих Как снег На солнце Таю Но тебя Уже не в силах Разлюбить Я в лучах Твоих Как снег На солнце Таю Но тебя Уже не в силах Разлюбить Все теперь Едино И зима И лето А меня Счастливей В целом Мире Нет Если ночь Однажды Не уйдет С рассветом Мне Любовь Как солнце Даст тепло И свет Золотая 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 Красотой Твоей Так просто Ослепить Я в лучах Твоих Как снег На солнце Таю Но тебя Уже не в силах Разлюбить Я в лучах Твоих Как снег На солнце Таю 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 Но тебя Уже не в силах Разлюбить Золотая, золотая, золотая Красотой твоей так просто ослепить Я в лучах твоих, как снег, на солнце таю Но тебя уже не в силах разлюбить Я в лучах твоих, как снег, на солнце таю, таю, таю Но тебя уже не в силах разлюбить Золотая, золотая, золотая Красотой твоей так просто ослепить Я в лучах твоих, как снег, на солнце таю Но тебя уже не в силах разлюбить Я в лучах твоих, как снег, на солнце таю Но тебя уже не в силах разлюбить Меня поймёт лишь тот, кто был влюблён Любовным ядом, ведь не каждый травится Я молод и пока ещё силён Но сам с собой уже не в силах справиться Как на духу вам без прикрас скажу Болезнь моя, увы, известна с древности Я от любви давно с ума схожу Но я совсем с ума сошёл от ревности Я от любви давно с ума схожу Но я совсем с ума сошёл от ревности Кто скажет против, кто-то скажет за Горе огнём душа моя пропащая У ревности недобрые глаза Но без неё любовь ненастоящая У ревности недобрые глаза Но без неё любовь ненастоящая Ну хоть бы в чём её мне обвинить Ведь всё я знаю, ерундой окажется Мы всюду вместе, как игла и нить А день разлуки вечностью нам кажется Я в сердце все мгновенья сохраню Я верить не желаю в невозможное А ревность из души своей гоню Хоть дело это, братцы, безнадёжное Кто скажет против, кто-то скажет за Горе огнём душа моя пропащая У ревности недобрые глаза Но без неё любовь ненастоящая Кто скажет против, кто-то скажет за Горе огнём душа моя пропащая У ревности недобрые глаза Но без неё любовь ненастоящая У ревности недобрые глаза Да, но без неё любовь ненастоящая В эфире стартовая площадка Да, дорогие друзья В стартовой площадке до завершения Этого получаса Талантливый автор-исполнитель Из славного старинного русского города Смоленск Андрей Евсеев И сегодня я показываю его музыку В нашем эфире впервые Что касается съёмки Которая, как я вам уже сообщил Произойдёт 27 февраля У нас здесь, в Санкт-Петербурге То именно в фильме Новый и лучший выпуск 19 Андрей Евсеев Запишет две композиции Он запишет песню Которую носит название Марина, Марина, Магдалина Подчеркиваю, не Мария А именно Марина, Магдалина И также композицию Которую носит название Помнишь И, конечно же, я должен сказать о том В завершении сегодняшнего представления Песен Андрея Евсеева Что у него готовятся к выпуску Сразу два альбома В этом году, как я вам уже сообщил Планируется альбом «Золотая» Мы уже послушали с вами сейчас Песни из этого альбома И Андрей Евсеев Готовится также к выпуску Альбома 2018 года Он заранее всё это делает В 2017 только что наступившем году Альбом будет называться «Немножко люблю всех женщин» Ну и, конечно же, в финале Сегодняшнего нашего знакомства С Андреем Евсеевым Я поставлю забавную композицию Которую носит имя «Неверная жена» Мне казалось, я женат удачно Но засох, увял наш райский сад Почему-то радость жизни брачна Превратилась вдруг в кромешный ад Если прихожу домой тайком Пахнет посторонним мужиком Только вот изменницу заразу Не сумел я с ним застать ни разу Ты моя неверная жена Я тебя, наверное, убью Только мне другая не нужна Что ж, давай топчи, любовь мою Я не знаю, сколько долгих лет Из меня верёвки будешь вить Но уже купил я пистолет И решаю, быть или не быть Я мужик, поверьте, идеальный По ночам давно уже не сплю И жену почти как ненормальный До утра без отдыха люблю Я её пытаюсь утомить Чтоб охоту всякую отбить Но лишь только выйду за порог Чувствую, как лезет новый рок Ты моя неверная жена Я тебя, наверное, убью Только мне другая не нужна Что ж, давай топчи, любовь мою Я не знаю, сколько долгих лет Из меня верёвки будешь вить Но уже купил я пистолет Макарова И решаю, быть или не быть Так живу в ревнивой лихорадке Ногти все огрыз, аж до локтей Только фактов и нет Одни догадки Но всё равно Аж накрою их чертей Впрочем, жить ей долго не придётся А она целует и смеётся Шепчет в ухо Кудрить ребят Мой ревнивец Я люблю тебя Ты моя неверная жена Как же я смогу тебя убить Мне жена другая не нужна Мне другой вовек не полюбить Я хочу быть мужем и отцом Но чтобы себя не искушать И не стать без времени вдовцом Пистолет придётся мне продать Помнишь, как внезапно Осмелели руки Помнишь, как одежды На пол тихо пали Как исчезли мысли Как пропали звуки Как найдя друг друга Мы для всех пропали Словно птицы в небе Словно рыбы в море Просто в чём-то синем Чистом и глубоком Где нет места грусти Где нет места боли И всегда просторно Но не одиноко Тот, кто всех хотел бы Возлюбить, прощая Говорят, немногим Дарит в одночасье Сколько нам с тобою Радости и счастья Просто мимоходом И не обещая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Будто птицам в небе Будто рыбам в море Тем, кто дышит синим Чистым и глубоким Радость вместо грусти Нежность вместо боли А любви просторной И не одинокой Студия ночной такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины Представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе Три, два, один Старт! Да, дорогие друзья Это программа Стартовая площадка В эфире радиостанции Шансон 24 И на телеканале Ночной такси На YouTube Вот, собственно говоря Рубикон Получасовой пройден Я напомню, что Я сегодня Показываю вам Во второй Части программы Команду Которая носит название Баг Московская группа Очень хорошая Динамичная Интересная С очень разнообразной музыкой И, конечно же Я с большим удовольствием Рассказываю об этом коллективе Надеюсь на то, что Это наша первая Такая встреча в эфире Но она будет Я уверен Иметь свое достойное продолжение Я познакомился с группой Благодаря моему другу Московскому продюсеру Алексею Мускатину Человеку, с которым я Дружен Уже никак не менее 20 лет И я очень рад тому Что наше сотрудничество Продолжается Он занялся командой Которая носит название Баг Он продюсирует ее Он готовит ее музыку Он занимается ее Концертной деятельностью И для меня Очень важно Сегодня представить Самые новые песни Этого серьезного Талантливого рок-коллектива В эфире Стартовой площадки Итак, я рассказываю О группе Баг И естественно Мы слушаем ее музыку В течение ближайшего Получаса На нашей радиостанции И телеканале Модное слово Баг Известно ныне многим Оно пришло Из компьютерного сленга Означает Ошибку Или неточность И выбор названия Команда Баг Это полное название Группы Для начинающего коллектива Удивляет И озадачивает Это как Назвать молодой коллектив Ошибкой Но не так все просто Ошибка Не существует Сама по себе Она всегда Противоречит Установленным правилам И в этом смысле Коллектив Команда Баг Обретает глубокий смысл Музыканты И их коллеги Не стесняются И не боятся Признавать себя Ошибкой В кавычках Современного Российского шоу-бизнеса Ставя на первое место Не сомнительные Медиа истории И скандалы А действительно Хорошую музыку Отточенный профессионализм И безупречное Качество Записи материала Чтобы вы поняли Что такое Команда Баг Аркадий Александрович Самый первый трек Уже ставит в эфир Нашей радиостанции Помолчи Огонами Было сказано Не осталось Больше сил Покури А я согрею Чайник Салаварь Брось Больтовик Ты проси Не оставляй Ключи Сделай Первый шаг Остановись Я прошу Тебя Обернись Пять минут Пять минут Прошу Есть еще надежда Пять минут Вернуть Все спасти Пять минут Давай Будет все как прежде Пять минут Надежд Не уходи Не спеши Свежай Еще На сердце Рано Рядом Сядь Не будет Свят Отпусти Давай Начнем Мы Все Сначала Прокрещи Все Не всерьез Не оставляй Не оставляй Ключи Сделай Первый шаг Остановись Я прошу Тебя Обернись Пять минут Прошу Есть еще надежда Пять минут Вернуть Все Спасти Пять минут Давай Будет все как прежде Пять минут Надежд Не уходи Вернись Уходи Пять минут Вернись 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 Пять минут Пять минут, прошу, есть ещё надежда Пять минут вернуть, всё спасти Пять минут, давай, будет всё как прежде Пять минут, прошу, не уходи Пять минут, есть ещё надежда всё спасти Пять минут, пять минут, прошу, не уходи Пять минут, пять минут В эфире стартовая площадка А на стартовой площадке, дорогие друзья, находится коллектив из Москвы под названием «Команда БАК» Вот такая интересная, современная, мощная группа Я очень рад тому, что мой друг Алексей Мускатин предоставил нам возможность знакомства с этим коллективом Надеюсь, что ребята и в Питер к нам со временем приедут Надеюсь, что поработают и на съёмочной площадке студии «Ночной такси» в открывающемся сезоне 2017 года Что интересно, так это то, что при создании этого коллектива присутствовал более чем опытный музыкант Сергей Васильевич Челобанов Человек, который, как считается, является основателем интеллектуального российского поп-рока И он, собственно, и предложил в качестве основной вокалистки коллектива Александру Бочкарёву Отсюда, собственно говоря, и стартовала история «Команды БАК» Александра Бочкарёва – это фронтмен, ну, правильно сказать, конечно, фронтвумен проекта «Команда БАК» Также, кстати, она и хореограф, режиссёр и музыкант Она родилась в очень творческой семье Основной вклад в развитие, собственно, певицы, как артиста И не только как певица, а именно как артиста, даже, наверное, правильно сказать Несла её мама Нина Васильевна Что важно, так это то, что мама – это ученица знаменитой Галины Улановой Также Евгения Ершовой и Нины Гамильтон Ныне педагог по классическому танцу Ну, надеюсь, что для всех поколений слушателей радио «Шансон-24» понятно, да Что Галина Уланова, Евгения Ершова и Нина Гамильтон – это танцовщицы Причём танцовщицы очень высокого класса Это, конечно, классический балет Первые шаги на профессиональной сцене Александра сделала в 5 лет А уже в 6-летнем возрасте она танцевала музыку «Шнитке» Ничего себе, окончив Московское хореографическое училище Александра приходит на работу в цирк на проспекте Вернадского Это очень известный московский государственный цирк Именно там, собственно говоря, и определилась она в выборе своего большого жизненного пути Параллельно она училась в ГИТИСе на актёрско-режиссёрском факультете Мастерской Немчинского Александра в составе труппы покоряет главные цирковые сцены мира Она работает с Запашными, Волжанскими и с коллективом Киева И вот таким образом в 2008 году, в общем, тоже уже не вчера, 8 лет назад Она получает приглашение моего друга Алексея Мускатина Продолжить творческую деятельность в качестве режиссёра-постановщика А по наставлению уже упомянутого мной Сергея Чалобанова Она делает первые шаги на музыкальном поприще Слушаем дальше Это команда БАК Вокал принадлежит, как я уже сообщил, Александре Бочкарёвой И сразу две композиции «Не убей» и «Стрит» Не убей, в полумраке грошовые свечи горят из глубин Возникают слова и становятся в ряд Если боль, и набухли кровавые кисти рябин Если в бой, кто услышит твоё Не убей, не убей Мы слышны только самым ближайшим друзьям И врагам мы смешны Если вечность пытаемся бросить к ногам Есть предел у цветка, у зари И у сердца в груди мир людей И над каждым библейское не укради Не убей, не кради ищи простых путей Не убей, а в прицел судьба двоих детей Не убей, пронеси эту жизнь среди потерь С поджественным огнём в сердце С поджественным огнём в сердце Мир дрожит, будто он искупался в январской воде Надо жить у последней черты На последней черте думать в сласть Колесить по земле, как товарный вагон И не красть, разве что у богов их священный огонь Не убей, не кради ищи простых путей Не убей, а в прицел судьба двоих детей Не убей, пронеси эту жизнь среди потерь С поджественным огнём в сердце С поджественным огнём Не убей, не кради ищи простых путей Не убей, а в прицел судьба двоих детей Не убей, пронеси эту жизнь среди потерь С поджественным огнём в сердце С поджественным огнём в сердце С поджественным огнём в сердце Не убей, не кради ищи простых путей Не убей, не кради ищи простых путей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вспыхнет в груди, но не согреет. Сердце оставит пустым янтарный пожар. Скользкие улицы, на марке целуются. А мяты крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречами. Но никто не ответит, что ждет впереди. Плавится лед на бархатном теле. Тарит, как легкий дымок, короткая ночь. Время пройдет и однажды развеет. Пестрая лента дорог, сомнения прочь. Скользкие улицы, на марке целуются. А мяты крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречами. Но никто не ответит, что ждет впереди. На стрелках перекрестки. До горизонта плоский. Наш город словно остров. На краю земли. Скользкие улицы, на марке целуются. А мяты крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречами. Но никто не ответит, что ждет впереди. Но никто не ответит, что ждет впереди. В эфире «Стартовая площадка». Да, дорогие друзья, это программа «Стартовая площадка». В эфире радиостанции «Шансон-24» и телевизионного канала «Ночной такси» на YouTube. Я с удовольствием показываю вам сегодня московский коллектив под названием «Команда Бак». И до завершения нашего эфирного часа мы сможем послушать еще две композиции. Я рассказал историю коллектива и его, этого коллектива, замечательной вокалистки. Я рассказываю, конечно же, о Александре Бочкаревой. По мнению зрителей, певица и, собственно говоря, сам коллектив, фронтвумен, которого она является, работают в стилистике позитивного рока. Бывает, наверное, какой-то и негативный, но в позитивном работает «Команда Бак». «Команда Бак» уникальна для современной российской рок-сцены. Она не воспринимает рок-музыку как средство борьбы против чего-то или за что-то. Если музыканты и коллектив за что-то и борются, то за качество песенного материала, его достойную подачу как в студии, так и на сцене. Цель «Команда Бак» – предложить слушателю красивые запоминающиеся мелодии, по-настоящему современный актуальный звук и, конечно же, качественную аранжировку. Надо сказать, что преувеличением не будет являться то, что «Команда Бак», будучи командой профессионалов, создает музыку, адресованную другим профессионалам, что, кстати, не всегда. Понятно, в своих областях некоторые в силу своего уровня и состояния могут оценить исполнительский уровень коллектива. Ну, конечно, имеется в виду, подчеркиваю, профессионалы, которые занимаются хорошей стабильной рок-музыкой. Стабильной, то есть тем, что называется по-английски «old school» – старая школа. Музыканты «Команда Бак» работают и вполне соответствуют международным стандартам. Они прекрасно понимают, что студийное звучание коллектива должно быть утонченным и в меру модным. Тогда же, как основой концертного звука, должна быть именно сценическая энергетика, именно сценическая незаданность, то, что, собственно говоря, называется живым контактом с аудиторией на сцене. В студии «Команда Бак» интригует очень интересными и действительно современными клавишными партиями, утонченным звучанием электрогитар и не без известного, кстати, ретро-привкуса, а также, конечно, то, о чем я уже рассказал, очень убедительным поп-роковым вокалом Александры Бочкаревой. Концертная мощь группы в немалой степени основывается на игре гитаристов Егора Аверьянова, Сергея Калугина, Галима Архманкулова, это, кстати, бас-гитарист, барабанщика Антона Ленкова и бэк-бокала Юлии Бочкарь. Вот такой вот интересный московский коллектив, команда, которую продюсирует мой друг Алексей Мускатин, сегодня звучит в эфире программы «Стартовая площадка». Аркадий Александрович, и еще одна композиция «Твоими руками» уходит в наш эфир. «Сядь в скорый поезд» – так называется эта вещь. О чем ты расскажешь, о чем напишешь, Когда ты поймешь, что дорога почти позади, И краски станут темнее, а звуки тише, А музыкой стали бы только ночные дожди. Былые сомнения, обиды и ссоры Стали историей, а при горе нет. И пролетели с улыбкой Последние ссоры Наполню красивую песню Из прошлых лет Сядь в скорый поезд, Будь ты как ветер, Ты не заботься, ты о билете. Листик зеленый сожми, Ты в ладони Прошлое больше тебя не догонит. Сядь в скорый поезд, Будь ты как ветер, Ты не заботься, ты о билете. Листик зеленый сожми, Ты в ладони Прошлое больше тебя не догонит. Если осень нагрянет В мир твой случайно, На сердце твоем станет грустно И нелегко. И летит на поезд, Купи, не печалясь, И не унывай, поезжай, Далеко, далеко. И встать за окном, Не спеша убегаю, Потертые жизни страницы Ушедших времен. И летит на поезд, И летит на поезд, И жить не кончаясь, Напомнив красивую песню О чем-то былом. Сядь, скорый поезд, Будь ты как ветер, И не заботься, Ты о билете. Листик зеленый сожми, Ты в ладони Прошлое больше тебя не догонит. Сядь, скорый поезд, Будь ты как ветер, И не заботься, Ты о билете. Листик зеленый сожми, Ты в ладони Прошлое больше тебя не догонит. Сядь, скорый поезд, Будь ты как ветер, И не заботься, Ты о билете. Листик зеленый сожми, Ты в ладони Прошлое больше тебя не догонит. Сядь, скорый поезд, Стартуем вместе. Да, дорогие друзья, Вот такой интересный коллектив, Такая замечательная, Мощная московская группа, Запомните ее название, Команда БАК, Сегодня в этом получасе, Побывала в стартовой площадке, На радиостанции Шансон 24, И на телеканале, Ночное такси, На YouTube. Я очень рад тому, Что наша первая Эфирная встреча состоялась. Я очень благодарен Моему другу, Продюсеру этого коллектива, Алексею Мускатину, За предоставленный материал. Конечно же, Ожидаем теперь ребят В Санкт-Петербурге очно. Ну и в финале, После обычной справочной информации, Композиция, Которую я уже анонсировал, Она носит имя Вот и все. И, конечно же, Дорогие друзья, Я в финале программы Должен обязательно еще раз Сообщить ту информацию, Которая касается нашей вакансии. Я почему-то убежден, Что кому-то Это вполне может быть интересно. У нас редко Очень освобождаются вакансии. Честно могу вам сказать, Мы не обращаемся К каким-то Хэдхантинговым агентствам. Как правило, Если у нас освобождается что-то, То мы, конечно, В первую очередь Об этом говорим в эфире. Так вот, дорогие друзья, У нас в финале Января 2017 года Освобождается место Офис-менеджера. Мы приглашаем на эту работу Женщину не моложе 35 лет, Знакомую, естественно, С компьютером на уровне. Пользователя. Надо обязательно знать, Конечно же, Программы Word и Excel, То есть программы, В которых есть таблицы. И надо представлять, Что такое Mac iOS, Поскольку студия Ночной такси Принципиально и полностью Оборудована Оборудованием Apple Macintosh. Мы находимся в Санкт-Петербурге, В России, соответственно, И располагаемся В Косногвардейском районе, На Пискаревском проспекте. Почему говорю Все эти тонкости? Что, конечно же, То, что сейчас звучит в эфире, Касается только тех, Кто находится в Санкт-Петербурге. И, конечно же, Подчеркиваю, Желательно, Чтобы вы находились В доступности От нашей студии, Потому что всякое бывает. Лучше, конечно, Чтобы вы были поближе к нам. Что касается рабочего времени, То работа в офис-менеджер У нас предусматривает Пятидневную рабочую неделю С 11 до 18 часов дня. И, естественно, Выходные, суббота и воскресенье. Мы, конечно, Принимаем людей на работу По конкурсу. Принимаем через собеседование Обязательно. И я вам сообщаю Наш контакт. На портале Студии Ночной Акси Шансоноспобед.ру Собственно, Есть раздел Контакты. Там находится Единственная Эмайл, Единственная Электронная почта. Вы не перепутайте Других там нет. Составляйте резюме И отправляйте На указанную В этом разделе Электронную почту. Мы все это получим, Изучим И пригласим вас На собеседование Для того, Чтобы понимать Насколько мы с вами Подходим друг к другу. Ну и, конечно же, Прощаюсь, дорогие друзья, С вами до завтра. До встречи, как и всегда, В программе Ночной Акси. Благодарю вас За внимание. Благодарю моего Замечательного младшего сына Аркадьевича Афрумина За прекрасную работу Этот час за пультом. Ну и композиция Команды БАК В финале Сегодняшнего эфира Стартовой площадки Уже звучит. Вот и все. До завтра. Вот и все. Больше нечего терять нам Вечер в мире Времени поток Дай же силы Новый день принять мне И увидит свет твоих Все твоих шагов Закрой глаза, забри и слушай Почувствуй, это дождь идет И протяни навстречу руки Тебя Господь ведет Порой бывает очень сложно Сказать прости меня, прости Ты по любви не уходящей В небо отпусти В небо отпусти Вот и все. Больше нечего терять нам Вечер в мире Времени поток Дай же силы Новый день принять мне И увидит свет твоих Свет твоих шагов Свет твоих шагов Свет твоих шагов Будет Господь Свет твоих шагов Свет твоих шагов Больше нечего терять нам Вечер в мире Времени поток Дай же силы новый день принять мне И увидеть свет твоих, свет твоих шагов И увидеть свет, свет твоих шагов И увидеть свет, свет твоих шагов Студия «Ночной такси» представляет программу «Стартовая площадка». Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей. Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Субтитры создавал DimaTorzok